На первый взгляд, такой коридор из снега выглядит креативно и забавно, но уже этой весной, если не предпринять никаких срочных мер, весь этот креатив может палиться вниз по склону. Мой рост метр восемьдесят, тем нагляднее выглядит этот сугроб на улице Смолина. Географически это одна из самых низших точек города. Если не держать ситуацию под контролем, весь талок снег со всего города может оказаться здесь. И это проблема не одной улицы, а целого ряда мест города. Терешковый, Бабушкин, Элеватор, Бульвар Карла Макса. Этот список можно продолжать еще долго. По прогнозам метеослужб, весна придет в этом году по календарю. И уже в скором времени мы можем узнать, не появятся ли в городе водные каналы вместо дорог. Городские власти утверждают, все под контролем. Надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Зона возможного подтопления, согласно максимального прогноза, может попасть до 3500 жилых домов. На сегодняшний день ведется информирование о территории данных микрорайонов в части расклейки информационных листовок о том, что необходимо проводить дохование жилых домов. Итак, подведем итоги. В Лонде в среднем за зиму выпадает до 18 миллиметров осадков. Однако из-за аномальных снегопадов эта норма была превышена в пять раз. Таких сугробов город не видел аж с 1958 года. Тем не менее, с декабря прошло уже немало времени, и мы будем надеяться, что к весне город подготовится лучше, чем к этой зиме. Илья Балханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.